МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спектр вопросов и ответов касался механизмов изменения бизнеса и, как следствие, его новых товаров, услуг, источников и каналов реализации и продвижения. Неплохо, нехорошо то, что мы падаем. Я всегда говорю, что падать мы должны как спортсмены. Падать мы должны сконцентрировано, четко, понимая, что да, падает, делаем говырок и выходим из этого. У нас достаточное количество провальных проектов, которые мы закрываем, но мы закрываем их лампой. Аналитики подчеркивают, сужение и трансформация услуг рынка, ведущие к самоликвидации слабых компаний, неизбежны. Повысить трезвость мышления, избавиться от иллюзий, иметь четкое видение будущего, где особое внимание важно уделять, адаптации к новым условиям – вот правильный вектор действий для предпринимателей. Бизнесмен, основатель и управляющий партнер компании Management Development Group Incorporated Дмитрий Потапенко объясняет, что произошли тектонические изменения покупательских предпочтений, деньги недоступны, а внятной экономической программы нет в течение уже 25 лет. Вся проблема в том, какова наша стратегия, была ли она изменена до действий экономических властей. Слово «российская» или «экономика» – какое-то слово одно из них лишнее, для себя надо принять, потому что, опять-таки, возвращаемся прямо или косвенно, мы экономика недр или чего-то еще. 25 лет нам ничто не мешало, в общем-то, развивать альтернативную экономику, то бишь, построенную на выкачивание различных энергоресурсов, и тут вдруг мы начинаем говорить, что вот сейчас-то мы быстренько все импортозаместим. Напомню, что это не только данные Минсельхоза, но и, в общем, все адекватные люди понимают, что 80% перерабатывающей промышленности пищевой принадлежит транснациональным компаниям. Кто это, собственно говоря, не допустил, а создал? Ведь вопрос не к транснациональным компаниям, которые просто приходили и выкупали какие-то предприятия, о том, что мы, как предприниматели, были неэффективны, мы не имели никакой поддержки от государства. Собственно говоря, мы, как только наращивали какие-то мускулы, тут же продавали по-быстрому свои предприятия зарубежным предприятиям, компаниям. Поэтому говорить о том, что реалия как-то поменяется, нет, просто вход во власть – это, к сожалению, инвестпроект, и поэтому государевые бизнесмены, они по-прежнему занимаются тем, чем они занимаются, собственно говоря, разделяя властвы, а господа предприниматели, я в том числе, мы всего лишь подбираем крохи с их стола, которые нам достаются, не более того. Финансовый аналитик, биржевой эксперт «Бизнес-ФМ» Владимир Левченко поясняет, что уже существующая формулировка финансового оружия, в которой многие видят корень зла, звучит некорректно и, более того, мало приближена к истине. Зачем против кого-то воевать? Надо сотрудничать, надо работать экономически, надо углублять процесс разделения труда и процесс собственных связей. Потому что если мы начнем применять какие-то оружия, от этого будет хуже только нам самим. То есть от этого может быть хуже еще другим, но нам будет хуже точно. То есть пора уже заканчивать играть в эти подростковые игрушки, о том, что вот у меня дома нет и у тебя дома нет, давай спалим дом соседа. Может, давайте построим вместе дом какой-нибудь с ними? То есть хватит уже верить во все эти страшилки, что вокруг нас находятся одни враги. То есть мы одни в мире такие вот хорошие, белые, пушистые, а все остальные подонки. Ну, уже пора с этим заканчивать, в общем-то. То есть нужно выходить, нужно искать процессы выхода из кризиса. И всегда есть две стороны. То есть понятно, что кто-то может говорить как-то по-другому. Но если мы говорим, что нас не слушают, то это не говорит о том, что нас не хотят услышать. Это одна сторона медали. Вторая сторона, может быть, мы на каком-то другом языке говорим. То есть нужно всегда решать те вопросы, которые мы можем. Поэтому нужно меняться в том числе и самим. И до тех пор, пока мы будем вести себя так, что нам кажется, что вокруг только враги, ну, они и станут для нас реально врагами. Бизнес-элита Новосибирска в формате диалоговой площадки не стесняла себя в вопросах к московским аналитикам о прогнозах, главных экономических показателей и антикризисных бизнес-стратегиях. Мы находимся где-то на перепуте, на распуте. То есть вот что делать дальше? То есть замереть, ждать там окончания, да, продолжать там, несмотря ни на что, правильно, да, что делать, как делать. И то есть вот такая информация, которая здесь звучит, да, вернее анализ информации, да, она, безусловно, полезна. Поэтому считаю, что вот это время не зря потрачено. Мне на самом деле интересно большее количество критически настроенного ума. Вот. Абсолютно утилитарно к этому подхожу, потому что это полезно для моего бизнеса. Сразу рождаются некоторые идеи. Более того, понимаешь, где и как сейчас поступить, потому что много вопросов в настоящей ситуации в связи с настоящими реалиями рынка экономического. Поэтому есть решения, какие-то решения, на мой взгляд, у меня были правильные, какие-то решения нужно подкорректировать. Безусловно, это полезная информация. Исходя исключительно из практического опыта, Дмитрий Потапенко и Владимир Левченко ориентировали бизнесменов выверять курс своих компаний только вместе с экспертами. Это один из фундаментальных постулатов выживания в непростые будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова